Индия моими глазами Я смотрела, как именно они одеваются на этот праздник, какие там у них обычаи, украшения, как и сам жених одевается, и невеста. И где обычно они это все в свадьбе проводят. Я просто искала в интернете, зрительный ряд себе его подбирала и нашла картинку, где как раз изображен был слон, фотография, расписанная красивыми узорами, белой краской. И мне понравилось, что очень нарядно это смотрится и празднично. И я решила, что мне стоит нарисовать именно слона. Ну и чтобы добавить туда какой-то колорит, я добавила персонаж человеческий. Это была индианка в оранжевой одежде, тоже такой светлой, яркой. Я попыталась показать эту яркость, такое многообразие цветовой гаммы, переходы плавные. Я работала в технике акварели, она очень плавная, с добавлением воды, текучесть реки, переходы этого восхода на небе. Детский конкурс художественного и литературного творчества «Индия. Моими глазами» прошел в Сыктывкаре 17 октября. Учащиеся Печорской школы искусств приняли в нем участие по приглашению Министерства образования Республики Коми. Учредители этого конкурса, это Генеральное консульство Индии и Международный центр Рерихов, это укрепление, наверное, дружбы двух стран. Ну а нам со своей стороны, нашими русскими православными глазами было очень интересно еще раз окунуться в культуру этой страны, поскольку дети у нас изучают художественную культуру разных стран на уроках истории и искусства, да и потом какие-то знания, наверное, есть о школьной скамье. Ну и самое интересное, наверное, проверка своих творческих сил, потому что и задания достаточно сложные, и конкуренты достаточно серьезные. Уложиться по времени и сделать интересную работу. На выполнение задания художникам отводилось не более трех часов. По истечению времени работы были собраны и переданы Генеральному консулу Индии. Он специально приехал на мероприятие из Санкт-Петербурга. Рисунки будет оценивать конкурсная комиссия. Она определит победителя, который примет участие во втором этапе конкурса. Лучшие работы учащихся из разных городов, областей и республик Северо-Запада будут изданы в альбоме каталоги. Его победителям вручат в День Республики Индия. Главной наградой для абсолютного победителя станет поездка в эту загадочную страну.